Друзья, привет! Компания Тосей, меня зовут Дмитрий. Сегодня я не случайно вот в таком вот наряде купальном, потому что мы с вами находимся на море. Это значит, что вот этот вот стильный минивэн Toyota Siento 2017 года, он не только городской минивэн, но и на нем еще можно съездить на природу, то есть на море. Поэтому сегодня о нем и пойдет речь. Еще раз повторюсь, Toyota Siento 2017 год гибрид в офигенном синем цвете. Продолжение следует... Начну я, наверное, восхвалять этот минивэнчик с внутрости и разнообразных комплектаций. То есть комплектаций здесь очень-очень много. И G-style. Самое, что причудливое у них, это что 8 разновидностей цвета можно выбрать с завода. И вот эти вот пластмасски черные, они тоже меняются в зависимости от завода. То есть японец приходит на завод и говорит, можно мне вот такую вот офигенную синюю Siento с, например, красными вставками. И ему просто делают. На аукционах таких полно автомобилей разнообразных. И вот, если вам нужно, мы подберем специально для вас. Дальше. Они идут все полтора литровые. Гибрид есть, есть не гибрид. Есть полный привод, есть передний привод. В данном случае у нас 74 лошадиные силы и 24-киловатная батарея. В сумме он нам дает 100 лошадиных сил. Также есть 109, это не гибрид. И 103 лошадиные силы, это у нас полноприводный гибрид. Посмотрим, наверное, что у нас под капотом. Ну и вот наш полтора литровый двигатель и гибридная установка. Так как это у нас гибридная модель, то батарейка находится вот здесь. Сзади, прям под пассажирским сидением. Также под пассажирским сидением второго ряда находится бензобак. Он плоский. Это прикольно. Теперь, наверное, мы рассмотрим внешний вид. Внешний вид изменился в 2015 году, спустя 12 лет после выпуска первой модели. То есть в 2003 год была первая модель Сиент. И потом, спустя 12 лет, они выпускают переделанную форму вот этой Сиенты. Вот. Они убрали вот эти вот прямые формы автомобиля и сделали их более современными. Перейдем к задней части. Лично мне это напоминает глаза стрекозы. Возможно, есть какая-то отсылка, не знаю. Но выглядит очень круто. Эти новые фары, футуристичные, хотел сказать, значок синий Тойоты. Это значит, автомобиль гибридный. Синий на синим, смотрится классно. Ну и посмотрим, что у нас внутри. Багажничек сзади, вы сразу скажете, что маленький. И такой какой-то скучный, никому не нужный. Вот. Тут можно просто посидеть одному. Одному посидеть на берегу моря, покайфовать. Но нет. Нет. Все не так. И для того, чтобы нам сделать из нашего маленького багажничка большой, нормальный, внушительный багажник, нам понадобится всего лишь одна рука. То есть мы берем, поднимаем сидушки. Вот. А эти заходят под нижний ряд второго ряда. Оп. Все это делается очень легко. И вот у нас уже получается просто нереальных, больших размеров багажник. Вот мы и в салоне нашего компактного минивэна. Что здесь у нас присутствует? Здесь присутствует у нас подлокотничек. К сожалению, только почему-то он у водителя. Водительская сторона. Очень странно. У пассажира такого нет. Здесь самые обыкновенные не электроприводы. Машина за миллион рублей. А все на рычажках. У нас есть наклон по уровню и взад-вперед. Дальше. Полный мультируль. Кожаный руль. Офигенно, офигенно. Здесь у нас управление мультимедией и управление маленьким экранчиком на панельной доске. Дальше. Что бросается сразу в глаза? Так это строчка необыкновенная, оранжевая. Сделана по рулю. Она тоже, кстати, может выбираться в цветовой палитре. Она также идет по всей торпеде. Сделана из самого обыкновенного пластика. То есть, не какой-то... И самое шикардос, это оранжевый бардачок. Он офигенный. То есть, даже не сразу скажешь, что он там присутствует. Потому что... Оп! Хлоп! Нижний бардачок у нас с кнопки. Здесь у нас аукционные листы. По аукционнику 3,5 машина. 36 пробег. Вот, по кузову маленькие царапинки. Но это незначительно. Также в комплекте идет флеш-карта. И в подарок нам, японцы, отдали регистратор. Спереди он фиксирует и сзади. Также очень много книг, как всегда. По эксплуатации автомобиля. Мультимедиа здесь не штатная. То есть, это ее уже сюда поставили. Дальше управление кондиционером. Выполнено, на мой взгляд, превосходно. То есть, эти вот крутилочки все прекрасные. Которые мне как раз нравятся. Дальше. Здесь у нас есть крючок для сумки. Не больше 3 килограмм. Отодвинемся чуть назад. Дальше. И пройдемся по кнопочкам. Это у нас эко-режим. Это у нас EV-мод. Симулятор работы двигателя. Потому что машина гибридная. И анти-юз. Дальше. Справа находится открытие левой двери. И правой. В зависимости от комплектации. У вас будут доступны эти функции. То есть, если у вас самая-самая базовая комплектация. То, к сожалению, открытия с кнопки вот здесь не будет. Дальше. У нас есть переключение автоматически дальнего и ближнего света. Это вот здесь контроль за полосой. И предварительная остановка. Машина расположена спереди. У нее сенсоры, которые спереди. И вот здесь. Вот. Которые видят впереди едущую машину. Селектор передач находится в прекрасном месте. То есть, очень удобно. Вот. Ну и хочется сказать, что в принципе в салоне сидится обалденно. То есть, он не тесный, комфортный. И куда-то на дальние дистанции. На тот же море. По городу передвижение. Чувствуется очень комфортно. Вот. Так же есть еще у нас здесь подстаканник. Один, два. В кассетах. Тоже по одному. Ну и для мелкого. Так. Ну вот я нахожусь сзади заводителя. Места очень много. То есть, прям. Это минивэн. В котором много места. Но только на втором ряду сидений. На третьем очень тесно. Дальше. Здесь у нас два подлокотника. Как для одного пассажира и второго. Здесь может поместиться только два. Так же сиента есть семиместная. Так же есть она в исполнении шести мест. Регулируется у нас спинка по наклону. И она регулируется по вылету. Вперед-назад. Так же и это. Сидеть здесь. Ну, блин. Нормально. Нормально. То есть, окно опускается. Шторочки, к сожалению, нет. Но штатная тонировка идет. Прямо завода. Здесь у нас есть и карман один. Здесь почему-то нет. Одного пассажира обделили. И, наверное, хочется все-таки пересесть назад. Посмотреть, что там сзади. Для этого мы трансформируем сидение. Вот таким вот образом достаем второй ряд. И можно, конечно же, туда пересесть. Так, в принципе, нормально. Комфортно. Но только на какие-то короткие промежутки, на короткие дистанции. Потому что в дальнее путешествие на таком не отправиться. Если у вас будут какие-то малыши, вот, дети, то им здесь будет офигенно комфортно. Здесь есть подстаканники. Здесь есть ремни безопасности. Вот. Здесь спокойно помещается два человека. Сидеть высоко. То есть головой не цепляешь. Метр я 85. И сидится мне нормально. То есть на каждой кочке, наверное, я не буду цепляться. Наверное. Чтобы отсюда выбраться, нужно сделать вот так. И все. Друзья, как вы заметили, мы начало видео сделали за городом, у моря. Чтобы показать, что автомобиль является как городским минивэном, так и на нем можно проехать куда-то за город. Минивэн, он компактный в городе, чувствует себя уверенно, чувствует себя хорошо. То есть во все паркинги может залезть в любой ряд. Можно и так сказать. Выглядит агрессивно. Посмотрите еще раз. Выглядит дерзко. Что сказать про ценовую политику? Ценовая политика начинается от, наверное, 800 тысяч. Там у них разные года от 15-го и до настоящего времени. И разные комплектации, разные пробеги. То есть прямо так сказать, сколько такой автомобиль стоит, нельзя. Нужно всегда подбирать. Нужно всегда смотреть. Поэтому если вы уже загорелись вот таким вот красавчиком, а они есть в 8-ми расцветках, только нам позвоните. Компания Тосей, меня зовут Дмитрий. Машины, спецтехника, мототехника, лодки. В общем, все мы привезем быстро, в короткие сроки. И вы останетесь довольны. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!